Доброго времени суток, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, а мои обожаемые подписчики и все, кто еще подпишется, вам обнимашки и пусть у вас будет все только взаимно с тем человеком, который вам предназначен и тому, кому предназначены вы. Итак, сегодняшняя наша тема, кстати, меня зовут Татьяна Любимова, я природная ведущая и веду просмотры экстрасенсорные, индивидуальные. Если хотите, обращайтесь, информация есть под видео. Итак, что он думал о вас накануне, что он чувствовал к вам примерно вчера, ну, накануне, день, два, три, в самое ближайшее время, может быть, сегодня. Итак, настраивайтесь на человека, который вам интересен. Сегодня мы пройдемся, так скажем, по нервам, постараемся в общем формате заглянуть настолько, насколько позволят информация, высшие силы, информационный план и ваша личная настройка. Так, можете сразу поставить лайк данному видео, то есть вы начали смотреть, поставить уже можно. До просмотра ставить лайк нежелательно. YouTube наш любимый, замечательный, дорогой, вроде как не зачитывает эту вашу благодарность, дорогие, за мой скромный труд. Ну что, так, приступаем к хорошей информации, к сложной, если она таковая будет, только с критическим, аналитическим взглядом, в здравом уме, как говорится, и при трезвой памяти. В общем, те, кто плачет, ну, возьмите еще просто не километровые, да, на всякий случай. Проплачьтесь уже, наконец-то. А те, кто не плачет и рад и доволен, довольнешеньк, смотрите, можно о бывших, да, можно. Ну что, еще лучше налейте себе чего-нибудь вкусненького, кстати, и те, и другие. Тот, кто в нейтролетите, то же самое. Можете поставить на паузу, побежать себе чего-нибудь вкусного взять, да. И приступаем, чтобы вам вообще было комфортно у экранов ваших голубых мониторов. Так, ну ладно. Подумайте о человеке, какой он, как он выглядит, да, как он говорит, как он вам пишет. Ого. Посмотрите, он сейчас в деструктиве, кстати, не в самом лучшем своем состоянии. Это та болевая точка, когда, знаете, когда как психологу самому нужен психолог. Вот есть такое выражение. И вот теперь вот этому, можно сказать, догматику человек, норовоучитель, любит поучать, любит говорить, что он все знает, он духовный, он правильный. На самом деле он ничего не правильный, и ему самому нужна помощь на данный момент времени. Если человек не свободен, там у него что-то неладное, и может быть даже рушится, разрушается все. Все или ничего. Кстати, если резонирует, то нюансы можно просмотреть на индивидуальном приеме. Информация под видео, пожалуйста, смотрите. Здесь мы, конечно, не можем рассмотреть всех нюансов, но постараемся. Итак, хорошо. Внутренние страхи у этого человека. Запутался в своих верованиях, в своих устоях, в своих понятиях, в своих критериях, в своей самооценке, не знаю. Он понимает, что он запутался в том, что ему раньше было понятно, там, где он был выше на голову остальных. Еще что там у него. Здесь дилемма. Нужно выбирать. Выбирать. И, возможно, он выбирает даже между собой и отношениями. Остаться ли одному или в отношениях. Очень критичный. Машет шашкой, рубит сразу что-то вот нехорошо. Возможно, и критику не воспринимая сейчас. Нормальную такую позитивную, скажем, положительную критику, он все принимает в штыки на данный момент времени. Но здесь явно, что есть влюбленный либо треугольник, вообще третьи лица, либо выбор стоит, что же делать. И сейчас этот человек берет паузу. Ну, пока логично. Берет паузу, чтобы подумать, чтобы что-то переосмыслить, да? Что ты еще хочешь в этом моменте сделать? Ну, да, посмотрите. Он выжигает, как бы, свои страхи, непонятные сам себе. У него атмосфера идет ограничений, характера такого положительного, положительные динамики, ограничения интеллектуальных его возможностей. Потому что через злобу, ненависть иногда, через какие-то холодные, грубые выходки. Он ограничен, а на самом деле вот он стремится к чему-то, да? И, ну, знаете, одна энергия, другой, кстати, помогает. Воздушное разжигает пламя. Ну, как бы все вообще не сжечь, да, дотла? Поэтому он сейчас выходит в некий свободный поиск, свободного художника, гусарика, спортсмена, да? Фитнес-инструктора. Девочки, это такой образ красавца-мужчины, который сердца женские вот так страстным огнем воспламеняет. Ну, и, да, борется со своими личными страшилками в тот же самый момент. Ой, вообще, какое у него отношение к нам в целом? Вот смотрите, кстати, вот здесь он очень-очень перед вами либо виноват, либо перезагружается. Так что-нибудь действительно страшилки, вот про которые только что я сказала. Грезится что-то непонятное. Возможно, он сам перед вами виноват, но делает вас таковой. В отшельнике сейчас находится. Даже если он в отношениях в других состоит, то он сейчас сам по себе. Там одиночество вдвоем, а может быть, одиночество с вами вдвоем. В общем-то, здесь человек предоставлен сам себе, как ни крути. Мы сейчас спросим, что он там думал о вас накануне. Что ты думал о той девушке, которая спрашивает о тебе, о той женщине? Верховная жрица, закрытая, он вас не совсем понимает до конца, иногда даже побаивается, но уважает. Как друга видит или как таиную женщину. В любом случае, он вас не разгадал. Не знает, как вам подступиться. Возможно, побаивается. Ну, что вы его в плен возьмете. Тем более, тут Паш Кубков. Скорее всего, он видит вас не совсем равновешенный, не всегда. Эмоционально нестабильный он видит. Ну, женщина иногда бывает истерична и капризна. Вот он вас видит капризным ребенком. Еще что на вас дома накануне. Тут же он вас видит императрицу. Женщину, с которой ему, безусловно, хорошо. Ну, он-то запутанный, девочки. Рыцарь мечей, вот он опять. И опять он перевернутый. Но он ранит сам себя. Все вот его выходки идут против него самого. Он сам нестабилен. Он мечется между чувствами к вам, между чувствами. Между то, что вы непонятная, непостижимая. Тут же вы императрица. Может быть, он видит вас жену, или вы являетесь таковой. Но он видит разный. Или же то, что вы разные, это однозначно. Но здесь, понимаете, опять же, дилемма. Между вами тайный и загадочный. И между тем, что он бы хотел видеть. И здесь еще пашкубков. Ну, хотел бы, скорее всего, женщину, с которой у него вообще все будет получаться. И в жизни, и в отношениях. И он пойдет еще как-то вверх по служебной лестнице. С финансами у него все завяжется. Он станет выше рангом. При своих друзьях. При, возможно, тех, ну, может быть, даже хвастануть перед кем бы он хотел. Но для этого ему нужна женщина, которая будет не просто тайной. Ему что-то там подсказывать иногда, но об этом никто не будет знать. Ему нужна женщина с атмосферой. Вот та атмосфера, с которой он будет, он будет поглощать, скажем так, ее, да, вот эту живительную силу женскую, такую плодовитую, да, которая может рождать очень много полезных идей. Может помогать реализовываться этому человеку. Он забудет о своих маханиях шашкой и пойдет, как говорится, в горы. То есть при каждом сильном мужчине есть очень умная, здравая женщина, да, высокоэнергетичная. Вот это вот состояние он ищет, атмосферу эту ищет. И вот здесь только непонятно, можете ли вы быть официальной подругой или нет. Но потенциал, он видит вас вообще очень разный. А между этим еще видите ваше метание. Вы то такая, то и такая. То вы сами, может быть, замуж хотите, то не хотите абсолютно даже серьезных отношений. Семь пятниц на неделе, да, такой должен быть с ума мужика сводите. Дорогие, что же вы с ним делаете? Вот сейчас у него дилемма 50 на 50, что воля, что неволя. Кстати, если есть еще выбор между вами и женой или между вами и любовницей. Смотря кто смотрит, девочки, в какой вы позиции, если у вас треугольник. Вот что воля, что неволя, он выбрать не может. В больших ограничениях. В больших ограничениях находятся. Поэтому ему приходится выкручиваться, изворачиваться. Да и вообще, если он один, никого у него там нет. Все равно у него состояние изворотливости. Возможно, он сам вас еще не разберется, какая вы. И что он хочет от вас. А что можно захотеть от него вообще. И что он может реально дать. Вот смотрите, несколько видео подряд у нас уже идет семерка пентаклей. Вдруг война, я уставший. Помните анекдот? Набрался сил для того, чтобы ничего не делать. Начать выжидать. А реально он может дать. Влюбленные. Опять влюбленные. Вот он может дать и любовь, и дилемму, и классные чувства, и возвышенные чувства. И с другой стороны, это может быть туда же и ревность входить, и ваше состояние нестабильности. Потому что все-таки это карта выбора. А выбор-то ведь еще не сделан. И мечевой выходит он перевернутый. Сам себя ранит. О чем мы уже говорили. Не может он собраться с мыслями. Чтобы действительно все было четко, ясно и понятно, как у него возможно было до вас. или раньше там как-то. Так, хорошо. Мы сейчас еще посмотрим его чувства накануне к вам. Сейчас уберу лишнее. Сейчас на данный момент они уже вам. Спасибо. Поблагодарим. Карта не поработали. И сейчас зададим прямой вопрос. Его чувства к вам. Он запутался, дорогие. Он в иллюзиях, фантазиях. Он очень многого хочет. Но получает не то, что хочет, не то, что видит. Он сам где-то в облаках витает и пытается... Возможно, он разочаровался, да, девочки. Возможно, он пытается слезть с какого-то розового облачка своего собственного. Видно, что он не там и не тут. Поэтому он, скорее всего, выберет сейчас себя, свободную какую-то свою дорожку. Пытается побыть один. Даже если вы общаетесь, вы все равно можете чувствовать некую отдаленность его. То есть тут срабатывает короткий поводок, длинный поводок. Вот так. Здесь надо отпускать, если человек уходит. Но, опять же, я говорю, я не призываю вас к никакому действию. Я всего лишь читаю для вас информацию. Скажем так, в общем плане, пока нет никакой договоренности. Пока нет четкости, принятия решений. И вообще в голове плана никакого нет. током. Долго ли это будет длиться? Такое состояние. Здесь 6 показывают число. 6 месяцев, 6 дней, 6 недель. Или просто 6 числа что-то решится, возможно. Десятка кубков, да? Он может даже вам в любви признаться. Все-таки выйдет на свои чувства, на чувственную сторону. У него кубки. Они даже в сложных таких интерпретациях здесь идут. Ну, это родственная душа. Он это чувствует, он от этого бежит. Мир рушится. Он не чувствует себя сейчас хорошо там, где он находится. Работает, живет своими родными и близкими, возможно. Или с той женщиной, с которой он в данный момент в отношениях. Но, может быть, это и вы. То есть он сейчас пока в раздрае, и ему нехорошо. Насколько сильно еще? Давайте уточним. Рыцарь Пентаклий. Человек сейчас старается абстрагироваться, чтобы его не трогали. Больше держать дружественную, волну, дружественную ноту по возможности. И соблюдает какую-то дистанцию. И, возможно, сейчас даже хочет так. Давай останемся друзьями. Может быть, и так он говорит. Но я не вижу, что здесь конец вообще-то. Если только вы не смотрите вообще прям на бывшего и бывшего, как у него и что он там о вас думал. Ваши действия. Тройка жезлов перевернутая. Перспектив нет, не надо действовать. Говорят арканы. Его действия. Но это в ближайшее время. И, Рафан, девочки, вот эта его пятерка, она должна восстановиться. Он должен снова встать на путь либо духовности, потому что здесь, вы знаете, может быть, даже человек гульнул, скажем так. И поэтому он либо вас чувствует, как бы предал, либо он с вами предает кого-то еще. Либо самого себя. Ему надо восстановиться. Он чувствует, что он что-то делает неправильно. Ему нужно встать на путь своего духовного предназначения. И тогда, может быть, он сделает выбор. Девочки, император идет перевернутый, сделает. Он сам будет принимать решение, как мужчина. Естественно, мужские. Но не сразу ему нужно еще восстановиться. Сколько времени пройдет примерно? Смотрим. Четверка кубков. Четыре месяца. Четыре дня. Годы нет. Не смотрим. Шестое число. Четвертое. Вообще, вот эти цифры, они какие-то знаменательные. И еще. Сейчас старший аркан какой-нибудь вытянем. Королева мечевая здесь есть, присутствует. Тринадцатый аркан. Это прощание со старым. И выход в новую трансформацию. Это тринадцатый аркан. То есть у вас здесь четко идет тринадцать, шесть, четыре. Тринадцать – это четверка. Вот смотрите, как-то эти даты, эти цифры. Но, если вам еще интересно, давайте сделаем типы бонуса, да? Задайте вопрос к этому человеку. Можете, ну, сформулируйте вопросы к этому человеку. Три. Три вопроса. Ну, хотите один задайте или два. Я сейчас три аркана достану из другой колоды. Что-то мне вот эту захотелось взять сейчас. Она прям так и просится. спросите его о чем-нибудь, да? Один вопрос, два вопроса или три вопроса. Посмотрим сейчас. Какой будет ответ с энергоинформационного поля, скажем, да? Что скажут вам высшие силы или ваши духи, покровители? Первое, девочки, король кубков. Мужчина в любви. Но мужчина может испытывать к вам серьезнейшие чувства, эмоционально быть привязанно, душевно, сердечно. Но этот человек любит, нравится практически всем. Не исключено, что у него большой, богатый багаж, сундучок с секретиками и много побед. Много побед на любовном поприще. И он просто завянет, зачахнет, если он будет, ну, не будет, точнее, распространять свои флюиды любовные, эдакого альфа. Альфа. Красавец, харизматичный, приятный во всех отношениях. Эта бояшка, он будет обаять, он будет до тех пор влюблять себя, пока не убедится, что пташка крылышками бяг-бяг, бяг, все, в его плену. Ну, то есть, вот здесь есть такое. Ежели вы спрашивали что-то про этого мужчину, вот здесь характеристика выходит его. Делайте выводы сами, дорогие. Поделитесь в комментариях, как у вас вот эта информация зашла, как вы поняли. Так, второй вопрос. Что здесь у вас? Здесь вот как раз-таки нужно обходить острые углы. Что воля, что неволя. Человек не говорит «да», человек не говорит «нет». Он выкручивается, но он старается быть дипломатичным. Что воля, что неволя. То есть, ну, нет сейчас четкого решения и даже выбор. Если вы спрашиваете, да, какой ты выбор делаешь, кого ты выбираешь, он говорит «не знаю», не готов дать ответ. И он действительно он маневрирует, манипулирует, выкручивается, приспосабливается здесь. Третий вопрос. Что у вас в стройке? Здесь человек отдыхает, здесь набирается сил. Здесь он ничего не хочет решать, ничего не хочет отвечать на данный момент. Ему нужно время восстановиться. Возможно, он обдумывает, где он был прав, где не прав. А может быть, он просто на все, как говорится, с высокой колокольни и, ну, отстранился пока. Решай ему, милая сама. Ну, здесь четко видно, что человек пока не хочет принимать решения и вообще выходить даже на связь, может быть. Или будет аморфным. Но какое-то время ему нужно что-то там подразобраться, подзаправиться энергетически и прочее. Так, дорогие, я думаю, что вам было интересно, полезно. Вы с удовольствием подписались на мой канал отца, кто еще не подписан, нажали на колокольчик для того, чтобы наши новые встречи не пропустить. И до новых встреч. Пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте пальчики вверх. Это ваша благодарность за мой скромный труд. Ну и плюс, это в вашу копилочку добрых дел, в вашу карму, хорошая, красивая галочка, птичка. Невеличка, синечка, в руках. Птичка счастья. До новых встреч, дорогие. Пока-пока.